Чем сегодня вы позавтракали? Да, я обращаюсь вот прямо к вам, который только что увидел меня, это видео. Попробуйте ответить на вопрос, и мы сегодня как раз-таки разберем, с чего вообще должно начинаться утро. Надо ли завтракать, надо ли делать какие-то аффирмации, может быть, дыхание маткой надо сделать, а может быть, нужно поставить цели на день. На связи Панасюк Николаев, онлайн школа фитнеса, нутрициологии GetFit. Давайте с вами начинать разбираться в важных привычках. Все мы с вами знаем, что привычки формируют нашу жизнь. Именно поэтому в этом видео мы сейчас разберем те вещи, они не в той хронологической последовательности, которую нужно делать, но это те вещи, которые нужно придерживаться для того, чтобы была здоровая ротовая полость, зубы не болели, щитовидная железа работала хорошо, чтобы у нас лимфатическая система циркулировала, не было неприятного запаха пота, не было отеков, целлюлитов и так далее, чтобы у нас была свежая голова, и чтобы у нас хорошо работал желудочный и кишечный тракт, как следствие давал нам с вами более лучшее усвоение питательных веществ и высокий уровень энергии. И первая привычка, еще раз повторяюсь, не в хронологической последовательности, но очень важно, это полоскание ротовой полости с кокосовым молоком. Почему кокосовое молоко? Потому что в нем есть вещества типа монолурина и каприловой кислоты, которая является связующими элементами для патогенной флоры. Если что, очень часто у людей, у которых есть гипотиреоз, проблемы с щитовидной железой, либо аутоиммунотереодит, это заболевание, которое многих преследует после 35-40 лет, оно очень часто начинается как раз таки с больных зубов, с вот этих бактерий, которые находятся в ротовой полосе, дают нагрузку как раз таки на нашу щитовидную железу. Плюс само по себе кокосовое молоко, помимо того, что есть монолурина и каприловая кислота, которые являются связующими элементами, это еще прекрасный желчегон. То есть прекрасное средство для желчоотделения. А желчоотделение, как мы с вами узнаем в этом видео, оно крайне важно по утрам, потому что именно оно будет нам с вами давать больше уровней энергии, лучшее пищеварение, опорожнение желчного пузыря, потому что за ночное время наш организм формирует каловые массы, и как раз таки дефекация будет системная, энергии будет много, кожа, волосы будут красивые, иммунитет будет крепче. Второй пункт – это травка. Травки именно адаптогены. Я каждое утро перед приемом пищи, перед завтраком добавляю в свой рацион ашваганда, мако-перуанская. Раньше, когда был зимний-весенний период, я добавлял либо элеутерокок с женьшенем, туда же можно левзея, либо лимонник китайский. Это все травы, адаптогены, которые способствуют чему? Более устойчивому состоянию против эмоциональных каких-то стрессов, то есть вы будете меньше реагировать на какие-то стрессы, более стабильное состояние, повышение физической работоспособности и активности, и уменьшение именно влияния всяких вирусных моментов на ваш организм. Поэтому в обязательной основе я очень часто рекомендую использовать это в зимний-весенний период и в осенне-зимний период, и более реже в летний период, когда есть солнышко, когда нету разных хворей, болезней, вирусов и так далее, и так далее. Я использую довольно-таки часто это для, опять же, продуктивности, для эффективности, снижения факторов стресса, которые еще больше дают нагрузку на наш организм. И это помогает мне, например, сейчас 8 часов съемок, нон-стопом сниматься для того, чтобы вам выдавать полезный контент. Есть противопоказания. Это гипертония. У людей, у которых есть повышенное давление, потому что адаптогены, травы, они стимулируют повышение кровяного давления. Поэтому будьте, пожалуйста, благорассудны к своему организму и не забывайте о том, что они могут повышать давление, если, не дай бог, есть проблемы на уровне липидного профиля, то есть холестерин, ЛПВП, ЛПНП, показатели такие, вы немножко уже разбираетесь в анализах крови, либо просто общий холестерин высокий, или, например, гомоцистерин высокий. Будьте аккуратны с этими травками. Третье. Это диафрагмальное дыхание. Диафрагмальное дыхание выполняется именно диафрагмой. Простым языком найдите в интернете сотни, миллионы видео про то, как делать диафрагмальное дыхание. И я даже записывал на своем YouTube-канале. Посмотрите обязательно после того, как закончится это видео, где мы говорили про лимфооток. В утреннее время за счет диафрагмального дыхания вы запускаете лимфатическую систему, тем самым помогаете себе думать головой более лучше. Второе. У вас будет больше энергии. Третье. У вас будет меньше запах пота. То есть он будет запах, но не такой едкий, потому что лимфатическая система – это некая канализация в нашем организме. Если она застаивается, это все выражается внешне, в запахе, в коже, в состоянии мозга и так далее. Четвертое, опять же, вопрос со влиянием на целлюлит. Это то, на что влияет как раз-таки хорошая работа лимфатической системы. И сюда же, как я сказал, можно добавить 50-100 приседаний, в зависимости от вашей физической подготовки, которым можно разбить на 3-4 подхода и делать в течение 5-7 минут. Самое главное – вы должны делать не на скорость. Вы должны сделать объем. Я очень часто говорю, что объем побеждает скорость. Не важно, с какой скоростью ты надрываешь свои сфинтры, важно, как часто системно и накапливающим элементом ты это делаешь. Поэтому лучше читать книжку 20 страниц в день, но как бы системно, чем один день сесть, полкниги прочитать и потом забить на несколько месяцев, потому что у тебя отторжение от этого дела. И поэтому 50-100 приседаний лучше, чем ничего. И это в том числе помогает желчеотделению, помогает работе перистатики кишечника, помогает лимфатической системе. И вы чувствуете себя лучше, энергии больше, работоспособность выше и, как следствие, более продуктивный день. У меня есть история. Студентка подопечная проходила мои проекты, и у нее была проблема как раз-таки на уровне целлюлита, на уровне отечности. То есть самый главный запрос у нее говорит, я постоянно как мыльный пузырь, постоянно чувствую себя как просто надули меня. И когда мы с ней сделали несколько вещей, в том числе диафрагмальное дыхание, легкие физические нагрузки, и еще то, что я расскажу чуть позже, она впервые, просто вдумайтесь, за 30 с небольшим лет, все, что выше 30, там уже небольшое, она впервые сделала фотосессию, цитата, на которой я поняла, что я счастлива. Просто вдумайтесь, насколько простые вещи и научно обоснованность с точки зрения влияния лимфатической системы на отеки и на целлюлит может сделать человека счастливым. Парадоксально, но на самом деле нет в этом никакого парадокса. И мы с вами можем абсолютно легко управлять своим внешним видом, самочувствием, продуктивностью, уровнем энергии и состоянием, самое главное, нашего здоровья. И на это не нужно медицинское образование, сидеть голодать на диетах, жестко себя как-то ограничивать или вгонять в какие-то рамки невероятные. Для этого нужно просто совместить несколько элементов целостной системы, чтобы получить кумулятивный эффект, и самое главное, которое останется с вами навсегда. Если вы хотите понять, с чего начать, какие действия сделать, чтобы сильно не менять свой образ жизни, я вас приглашаю абсолютно бесплатно принять участие в трехдневном эфире, где мы с вами и разберем всю эту систему, от А до Я, которая состоит из пяти пунктов на основе анализа в крови, образа жизни, желудочно-кишечного тракта, питания и витаминов. Что конкретно нужно сделать минимально в каждом блоке, чтобы получить красивое, здоровое, стройное тело и сделать красивую фотосессию, если вы девушка, женщина, если вы мужчина и у вас есть семья. Передать это своей семье, передать это своим детям и, конечно же, улучшить свою эффективность на работе или в бизнесе. Ссылка на трехдневное мероприятие внизу, регистрируйтесь и увидимся с вами в эфире. Четвертый пункт – это контрастный душ. Контрастный душ по утрам – это одно из лучших тоже средств, оно не единственное и не последнее, что влияет на улучшение лимфатической системы. Опять же, вспоминаем про запах, про целлюлит, про оттеки и так далее. Контрастный душ, он и называется контрастный, потому что разница между теплой температурой и холодной температурой с каждым подходом должна увеличиваться, и только тогда будет эффект. То есть, смотрите, вы начинаете с теплого душа, который комфортный, потом чуть-чуть меняете в сторону холодного. Это первая смена, первый цикл. И с каждым циклом их должно быть не меньше 7-9, каждый по 20-30 секунд вы увеличиваете разность температур. И в этом случае вы улучшаете работу лимфатической системы, и параллельно, если вы еще и сделаете приседания и диафрагмальное дыхание, которое не занимает много времени, вы совсем по-другому себя будете чувствовать. Не за день, не за два, но как минимум через пару дней точно. Просто доверьтесь и поверьте, если вы все сделаете правильно, вы почувствуете эти улучшения. Пятый пункт, очень короткий, просто добавь воды. Перед тем, как мы, например, с вами добавили полоскание кокосом, молоком или кокосом и сливками, мы, естественно, начинаем с минимума стакана теплой воды, негазированной, можно без лимона, начните хоть с какой-то пить воды. И не заморачивайтесь по поводу восстановительного баланса воды и так далее, и так далее, потому что многие люди, изучая информацию, еще больше копаются в эти тонкости и вообще ничего не начинают. Лучше что-то, как-то, чем ничего и никак. Это самый главный лично мой принцип. Поэтому просто 200-400 миллилитров теплой воды до полоскания рта в обязательной основе для того, чтобы помочь кишечнику, для того, чтобы восполнить дефицит жидкости после 8-часового сна и помочь в целом и сердцу, и мозгу, и всему нашему организму. Шестая привычка – это в завтраке обязательно должно содержаться белково-жировой компонент и немного клетчатки, потому что именно три эти ингредиента, три нутриента, являются естественными холеретиками и холекинетиками. То есть это те вещества, которые стимулируют гормон, так называемый холецистокинин, который стимулирует желчное отделение. А про желчь мы с вами говорили очень много вначале, потому что именно от того, как работает наш желчный пузырь и печень, и по утрам после завтрака высвобождает желчные кислоты в 12-перстную кишку, зависит, как мы с вами будем насыщаться, какое качество волос и кожи у нас с вами будет, какой у нас будет с вами уровень энергии, потому что желчный влияет на усвоение жиров. А жиры – это долгоиграющий источник энергии, следовательно, мы с вами сможем дольше быть без еды, не перекусывать, не хотеть есть, и у нас будет больше работоспособности и энергии. Ну и, конечно же, нейтрализует всю патогенную флору в нашем кишечнике, тем самым препятствует заболеваниям, вирусам всяким и так далее, и так далее. Поэтому в приеме пищи в обязательном основе должно быть белок, жиры, клетчатка, желток, печень трески, яичный белок, слабосоленая рыба и так далее, и так далее. И, кстати, если будет внизу запросов много про полезные завтраки, обязательно внизу пишите, потому что мы тогда, если будет много запросов, сделаем отдельное видео, что можно есть помимо яиц, которые все знают про омлет, яичницу, вареные яйца, это мы тоже затронем, в каких интерпретациях можно делать, но еще затронем, какие еще могут быть полезные завтраки, с учетом того, чтобы это было полезные белки, полезные жиры и клетчатка, чтобы стимулировать наше желчоотделение. Если вам реально это важно, пишите в комментариях, что хотите это видео, и мы читаем, калибруемся от вас и делаем, если это будет актуально для многих. И последнее, надо, конечно же, утром покакать с улыбочкой и сделать это максимально быстро. Дефекация должна проходить не более 5-7 минут, и не должно оставаться ощущение, как будто бы ты не закончил свое дело. Киллер начал делать свое дело, но не закончил делать. Вот, такого состояния быть не должно, поэтому очень важно, чтобы вы опражнили кишечник по утрам. Опять же, для этого воду не забываем, потому что желчный кислот состоит на 97% из воды. Не забываем про наличие белков и жиров, то есть, которые стимулируют холецистикенин, желчье отделение, а именно оно слабит и тем самым призывает к позывам дефекации. Вот, это супер важно. Почему важно это сделать? Потому что, если вы не покакаете, будет интоксикация вашего организма. Понятно, что вы сможете работать, вы сможете жить, вы сможете что-то делать, но лучше покакать, чем не покакать. Потому что, еще раз повторяюсь, все, что в вашем кишечнике, оно остается, оно вырабатывает же много очень неприятных веществ, и это все у вас абсорбируется обратно в вашем кишечнике и дает некую нагрузку и интоксикацию на ваш голову, на ваш мозг и так далее. Я очень часто говорю, что плохо покакал, плохо думаешь, или мало энергии, как хотите, кому что. Поэтому очень важно сделать так, чтобы по утрам у вас было желчное отделение, была физическая активность, была водичка, были клетчатка, чтобы запустить желчные кислоты в двенадцатиперстную кишку, тем самым опорожнить кишечник. Почему после кофе так хочется туалет покакать? Кофе, так же как и жиры, белки, клетчатки, является очень сильным желчегоном. То есть я одобряю кофе, то есть это нормально абсолютно, вопрос количества. То есть между ядом и пользой вопрос количества. И если это условно чашка, там капучино или там американо или эспрессо, то да, это очень хорошо желчегонит, поэтому оно слабит. Поэтому либо после завтрака это идеальный элемент, либо после кофе, которого после завтрака хотя бы через 30-40 минут. То есть меня всегда, либо после первого, либо после второго, всегда абсолютно слабит. В завершении, самое главное, что я хочу сказать, что привычки формируют нашу жизнь, вы прекрасно это знаете, но самое главное это сделать, потому что знать это одно, а делать это другое. Только тогда, когда ты начинаешь делать, только тогда ты по-настоящему знаешь, как это работает и зачем это надо. Спасибо за то, что смотрите канал, спасибо за то, что комментируете, делитесь со своими родными, близкими, если тема им это актуальна тоже. И следите за своим здоровьем и за нашим YouTube-каналом. С вами был Панасюк Николай, онлайн школа фитнеса и треницологии GetFit. Со всем прощаюсь, пока.